В доброй сказке Твоей красотой я был навеки покорён Я вспоминаю этот миг, как сладкий сон Ты самая красивая из всех, кого я знал Ты самая красивая, я о такой мечтал Ты самая красивая из всех, кого я знал Ты самая красивая, такую я искал Витаю вас! Сегодня на гостях российский співак Михайло Михайло. Витаю вас у нашей студии! Я читала своими песнями. Мне приятно, что очень часто в эфире вашего замечательного телеканала мои песни идут в поздравлениях. Телеканал не дает забыть моим поклонникам, несмотря на то, что я выступаю везде, по городам, по миру, не позволяет забыть мои песни и помнить, заказывать их. Вот сегодня мы открыли нашу программу песни «Ти самый красивый», клип, который снят много-много лет назад. И многие меня знают по этому клипу. Это стала моя визитная карточка, как и песня «С днём рождения», которая часто сейчас поздравляет в передачах песни «Моя звезда», «Моя отрада». Но это не об этом. Я очень рад. И спасибо, что пригласили в очередной раз к себе в студию. Я думаю, то вам было бы очень интересно узнать. Вот про вас больше. Расскажи у вас, где вы народились, где научились? Ну, этот вопрос будет очень часто. И в интернете, на моих сайтах, михайлов.ру, михайлов.б. Очень много подробно написано, где я родился. Я родился в семье военнослужащего. У меня папа летчик на Дальнем Востоке, в России. Но так как судьба военного – это всегда переезды, мы очень много переезжали. Было много семян школ. Дальний Восток, Саратов, Энгельс, Москва. Потом я отсел в Москве. Потом папа демобилизовали, мы приехали в славный город Тременчук, Полтавский област. Я влюбился в Украину. Я закончил Киевский институт культуры, тогда еще Корничука. Потом попал в шоу-бизнес в Москве, в России. И вот так уже порядка, около 20 лет живу в Москве. Но мои корни, моя мама живет в Кременчуге. Я часто приезжаю в город, где меня ждут, где меня любят, где много друзей, где я тоже начинал работать на телевидении, на радио. Мы с вами коллеги. И я очень рад, что вот эти встречи, они незабываемы. И они продолжаются снова и снова и снова спустя много лет. Про это было с какой Паршавичом очень хочет повзять свою життя самосписывание? Ну, я пою с детских лет, и в ранние свои детские годы я становился лауреатом многих советских фестивалей. Тогда еще была одна большая страна Советов, Советский Союз. И тогда с всей страны в Москву, либо в регионы, в разные республики приезжали молодые таланты и показывали свои искусства. Мне приятно, что я трижды становился лауреатом песни в фестивале, имею три золотых медальки лауреата. Но я никогда не думаю, что песня будет моей профессией. Я работал пожарным, я работал художником-оформителем, я мечтал стать ветеринаром в детстве, лечить животных. У меня было, кого только не было дома, огромный злой уголок. Но я никогда не думал, что песня будет моей профессией. И песня меня связала, как с профессией, уже лет 15, когда я первый раз вышел на сцену. До этого я работал продюсером, выпускал первый лазерный компакт-диски. Это вот такой гаметр 12 сантиметров диск, а раньше были виниловые большие пластинки. И я был первый, кто выпускал первый компакт-диски. Ларисы Дольной, Барыкин, Старуханов, Пенкин, Кобзон, Кузьмин, Лариса Рубальская, Юрий Рыбчинский, Владимир Быстряков. И уже когда запели все, поющие режиссеры, сатирики, не было ни одного поющего продюсера. И я думаю, а что мне хуже? Я решил запеть, вспомнить свое детство и стал первым в России поющим продюсером. Выходили ведущие на сцену и говорили, а сейчас для вас поет поющий продюсер Михаил Михайлович. Но я тогда пел песню в стиле ретро. Вот нравилась маме песня. Унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, я тебя позабуду. Я записал эту песню. Нравилась так песня. Призрачно все в этом мире бушующее, есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Я записал эту песню. И популярность этих песен переросла на меня самого. Стали меня называть стопроцентным шлягером. То есть эти песни действительно были шлягерами, они звучали из каждого раскрытого окна. И потом уже начали говорить, что сейчас для вас поет мистер шлягер Михаил Михайлович. Я говорю, почему мистер шлягер? Доктор шлягер у нас в России есть. Это Вячеслав Добрынин. Я не мистер шлягер, потому что мне говорят, как ни песня, то попадание. И твои песни лечат людские души. И вот это самое главное. Когда то, что ты делаешь, нравится людям, в этом есть большое счастье. Это не измерить никакими деньгами, никакими званиями. Заслуженный, заслуженный, народный, какой хочешь можно назвать. Но когда ты любим народом, когда тебя любят, тебя хотят, когда заходят в интернет и пишут тебе тысячи добрых отзывов, вот ради этого стоит жить, хочется жить и радовать вас, дорогие мои зрители, красивыми песнями. Чего мы сегодня вместе с ферровой ведущей на канале будем делать. Представляете, пожалуйста, кто вас в первом зале назвал, мистером Шлягера? Вот это столичная пресса назвала. Почему? Потому что я уже сказал, что песни, вот эти шлягеры, которые я пел, они действительно были шлягерами. Но я был первый, кто в 91-м году начал их перепевать. Это сейчас модно стало брать репер-песню. И сколько групп там... А тогда я был первый, кто после Зацепина и после фильма «Земля Санникова», когда ее пел Олег Анофриев, я первый, кто перепел эту песню, если комик, к примеру. А потом уже были группы Любея, уже потом кому только не лень было. Также Юра Рыбчинский мне подарил свою песню «Весна по имени Светлана». Помню, что она была такая, ну, еще маленькая, когда была песня. «Девятый класс, молчает звонок, а при встилуч упал на стены, как долго тянется урок, впервые ждешь ты перемены». И вот эта песня «Девятый класс», я был тоже первым, кто ее перепел спустя многие годы, когда эту песню еще пел ансамбль «Верные друзья». Часть этого коллектива нет. И вот эти песни, они как раз вошли в мой компангист, который называется «Моя звезда, моя отрада», по той песне, которую меня уже многие знают. Но здесь много очень ретро-песен. «Да чего же они везучие», «Горький мед», «Весна по имени Светланы», «Ни минуты покоя», чего я вам, также, уважаемые телезрители, желаю. «Ни минуты покоя», «Ни секунды покоя», «Не могу я без вас», «Не могу я без вас». «Что же это такое?» Вот так мы работаем. Скажите, а кто вам дополнял? Чи были такие люди, которые помогали вам, установили вас, как артиста? Знаете, слава богу, были такие люди, которые не мешали это делать. И сейчас злой шоу-бизнес, кто-то кому-то там переходит дорогу, кто-то кому-то мешает. Но слава богу, что были люди, которые не мешали мне это. Я своим трудом постепенно штурмовал олимп шоу-бизнеса. И то, что я добился, что я сделал, больше ста песен, которые записал, вот этот DVD-диск, с которого большую часть песен крутит телеканал «Олтава», мои песни в программах поздравлений, я тоже сделал сам, записал, сам отснял. И я очень рад, что никто мне не скажет, что, знаешь, вот Михаил, мы с тебя вкладывали, а теперь давай возвращай. Нет. Что я сделал, я даже нашу колечко, господи, спасибо, сохрани, да, что люди посылают, что бог, вернее, посылает мне хороших людей по жизни. Вот вас прислал, благодаря вам мы сегодня порадуем и порадовали телезрительные очередной встречи, да, кто ее ждал. Вот, то есть я рад, что вокруг меня те люди, которые физически по жизни ведут меня и помогают. Кто-то прислал красивую песню, кто-то подарил хороший текст, я написал на нее музыку, вот как в песне «Мои друзья», которую мы чуть позже здесь в студии споем, мы подарим всем моим друзьям, кто смотрит нашу программу. Вот, так что, слава богу, что не мешает, это самое главное. А что бы то вы решаетесь, попросу это из артистов российских? Вы знаете, со всеми только потому, что я издал альбомы с 74-м звездами нашей эстрады, включая Старуханов, там я уже причислял, Кенкин, Кадзон, Киркоров и так далее, и Сау Борисовна со всеми. То есть нет таких артистов, что уже даже на украинской эстраде я очень дружу, с Аурикой Ротаром, записали красивый дуэт Кибитко, я дружу с Викером Павликом, дружу со многими украинскими исполнителями, композиторами, Олегом Харитоновым, Валерием Серовой, которые пишут замечательные, красивые песни, вечерние коктейли «Моя звезда, моя отрада» — это их рук дело. Поэтому я со многими дружу, и вот сейчас как раз, чтобы много не говорить, я бы хотел, чтобы мы продолжили нашу встречу песней, которую написали как раз украинский автор Олег Харитонов и Валерия Серова. Песня, по которой меня уже полюбили практически все женщины Советского Союза, бывшего, и всех республик, которые пишут из Ташкента, из Украины, из Белоруссии, и с Чечни, и с Кавказа, спорите песню «Моя звезда, моя отрада», как хорошо с тобой было. Сорвался лист и падает, а я мечтаю о том, что ты со мной, моя любимая. Мечта моя исполнится, я точно знаю, и будет мне наградою, любовь твоя. Моя звезда, моя отрада, как хорошо с тобою рядом. Моя звезда, мне многое надо, твоя любовь моя награда. Моя звезда, моя отрада, как хорошо с тобою рядом. Моя звезда, мне многое надо, твоя любовь моя награда. Моя звезда, моя отрада, как хорошо с тобою рядом. Берешь постельную ведомость, с той стороны быстренько закисливаешь, чтобы не забыть. Но главное, сейчас есть мобильный телефон, взял там, на диктапончик наговорил, что-то быстренько открыл. Да, там записал на компьютер, это постоянно в интернете, и даже нахожусь здесь, я постоянно на связи. И я в Сибирной Паутине не выключаюсь круглосуточно, только тогда, когда сажусь в самолет и взлетаю. Меня порой спрашивают там в Одноклассниках, я постоянно говорю на сайте, хотя сейчас у вас в эфире где-то на гастролях, а мне говорят, когда вы работаете, что вы постоянно в интернете. Но у меня постоянно с собой ноутбук, постоянно компьютер, постоянно включен мобильный телефон с оперой, где все мои социальные сайты, михайлов.ру, михайлов.б, маяфанклуб.ру, все эти Одноклассники, все всегда со мной, я всегда на связи. Это позволяет мне получать оперативно какие-то новости от моих поклонников, отвечать им, будучи даже когда еду где-то в транспорте, нет возможности лезть за компьютером дома. Вот, поэтому я вот такой оперативный, такой мобильный и вас приглашаю себе на сайт. Там много очень видео, много песен, много песен. Я думаю, что зрители, зрители получат массу удовольствия, те, кто любит мое творчество. Я вас всех жду, всегда рад на моем фанклубе у себя видеть. Все же таки про ваши песни. Вы можете создать наибольшую песню, которую вы написали? Знаете, да, написал, да, написал песню. Я вообще писал как-то получилось в детстве, пробовал, но я никогда не говорил, что, не думал, что песня будет моей профессией, вот, но песня «Милая, родная», почему-то она как-то получилась у меня, вот, выстрелила, я ехал в поезде, уезжал, искренне чудо, как раз оставались мои родные на перроне, вот, и у меня оказалась как раз песня «Милая, родная», которая так потом полюбилась женщинам, ее начали брать во многие сборники, и даже если написать на канале «Милая, родная» Михаил, откроется, ну, больше сотни сборников, только где она, эта песня, выходила. Вот, «Милая моя, дорогая, нежная, я люблю тебя», ну, вот, то есть, вот, такая песня «Милая, родная», она вот, родилась, потом дальше были уже «Покатаемся», «Покатаемся», «О любви поговорим», «Познакомимся», «Помочитаем», «Покутим», «Пообщаемся», либо песня «А мы с тобой на педаль жали, 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 жали», «Все ямки, кочки и ухабы объезжали, жали, тоже моя хлеба», «С днём рождения!» «Поздравляю, с днём рождения!» Уйдут печали все, тоска и грусть, «С днём рождения!» «Поздравляю, с днём рождения!» «Только лучшие друзья пусть будут, пусть!» «И в вашу честь родные люди близкие» «Поднимут тост за счастье, за любовь» «Они подарят добрые улыбки вам» «Обнимут крепко, пожелают вновь» «С днём рождения!» «Поздравляю, с днём рождения!» «Уйдут печали все, тоска и грусть, «С днём рождения!» «Поздравляю, с днём рождения!» «Только лучшие друзья пусть будут, пусть!» «Поздравляю, с вашей песни!» «Это будет какой-то наткнение, какой-то изглавный настрой» «Вы знаете, я говорю, это настроение, бывает не спишь в 4 часа 5 утра» «И пошёл какой-то такой, значит, оттуда какой-то такой сигнал записать» «Хватаешь ручку, листок бумаги» «И вот песни на педали жали-жали тоже, часов в 5 утра» «Позвонил мне Витя Королёв» «Не спишь?» «Да, уже нет» «Он как-то дремал, а меня разбудило» «Слушай, ты ещё не спишь, старик?» «А время в 5 утра» «Ну, уже нет» «А вот теперь поговорили, положил трубку, дай-ка, напишу для Королёва песни» «А он такой у нас весёлый, разудавый, такой «Бродвей, Бродвей, Бродвей имперской» «Я был его первым продюсером, который первый выпускал ещё «Блиниловую пластинку» в 91-м году «Компанги» с Миктору Королёву «А сейчас он поёл серийный круг про цветочки белые» «Он пел мальчик с кепочки и вперёд» «И я решил написать песню такую весёлую» «А мы с тобой на педали жали-жали-жали» «И в его монету» «А мы с тобой на педали жали-жали-жали» «А мы с тобой на педали жали-жали-жали» «И думаю, вот, наверное, в таком стиле сделаю» «Потом как бы родилась песня» «Я думаю, а что я буду отдавать её Королёву?» «Ну, дай-ка я её спою сам» «И отдал аранжировщику, получилась такая весёлая, хорошая песня» «Так, Витя, извини, песня в твоём репертуаре не получилась» «Но в моём она пользуется большой популярностью и любима многими телезрителями уже, которые видели эту программу на концертах» «И я очень хочу, чтобы осенью» «Я уже говорил как-то в одном из эфирах с вашей телекомпанией, что хотелось бы осенью, чтобы организаторы концертного зала «Листопад» «Листопад» «Выбрали какой-то хороший день, связались с моим директором в Москве» «И мы бы приехали с сольным концертом, часа на два, на три, как бы зарядили» «И всем моим поклонникам Полтавы и области, Кремчуга и прилегающих районов я бы пригласил на свой сольный концерт в концертный зал «Листопад» «Листопад» «И может быть, как раз, если руководство концертного зала смотрит программу, всегда можно найти со мной координаты через сайт «Михаила.ру», связаться с моим администратором и устроить хороший, добрый концерт с недорогим билетом, чтобы люди могли прийти, отдохнуть, меня посмотреть, себя показать, чтобы чисто символически сделать билеты. Ну, я думаю, что «Листопад» пойдет нам, вернее, навстречу, и мы устроим просто хороший большой праздник для полтавцев. И зараз мы без задоволнием послухли одну из ваших песен. Я бы хотел, да, вот сейчас как раз настал момент, когда еще одна песня моя авторская, но я говорил очень много про интернет. В интернете мне очень много присылают сейчас текстов с разных уголков мира, из Израиля присылали. У меня родилась красивая песня «Без каких-то в деревне». И вот не так давно молдавский поэт Валерий Шумянский прислал текст «Мои друзья». И буквально за пять минут родилась мелодия, которую я написал и эту песню. Сейчас я хочу подарить всем моим друзьям, вам, потому что вы уже мой друг, всем тем, кто работает сегодня в студии – это мои друзья, телезрители канала «Таро». Давайте музыку и споем ее здесь, и адресую эту песню вам. Завал свои друзья и сегодня поднимаю бокалину и пью его до дна. И где-то не был я, я это точно знаю, что мне остались первые деды никогда. А сколько пережить-то на них было с детством, и память, что на вечность охранит. Вы, то есть ли, то все же где-то, там соседа, то без чего порой, так сложно ли. Мои друзья, души моей отрада, и времени не страшен, жизнь не берет. Мои друзья, души моей отрада, дустья,your varit жизнью все, мои друзья, души моей отрада, и времени не страшен, жизнь не берет. Мои друзья, bubble моей отрада, друзья бывают жизнью все. Я вспоминаю всех вас очень-очень часто, не отпуская жизни суета И у нее дура, но порой на власти, но позвоните вы, напишите вас всегда И пусть нечасты не бывают наши встречи, и дорога на скорости на руку Я ушел на суть, я моим пил этот вечер, и пусть сердца не знает, что из трус Мои друзья, души моей оправа, и времени не страшен жизни бед Мои друзья, духи моей награда, друзья бывают в жизни не у всех Мои друзья, души моей оправа, и времени не страшен жизни бед Мои друзья, духи моей награда, друзья бывают в жизни не у всех ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я перелал привет от Украины, от нового избранного президента. Он дарил подарки из Украины. Якубовичу снимался в программе «Званный ужин». Тебе много миллионов аудиторий по всему миру, потому что спутниковые телеканалы смотрят достаточно далеко и много. То друзей у меня, слава богу, много. И я рад, что на одну подружку у меня сегодня стало больше. Я очень рад, что мы с вами подружились. Да, будем встречаться в интернете, независимо от расстояния, независимо от границ. Но я бы хотел, чтобы мы с вами виделись еще чаще, потому что мы с вами вместе несем радость и посетить всем тем, кто смотрит телевидение. Скажите, а чего вы цените в грузах? Я вообще люблю в человеке, даже не красоту, да, красоту не вечную. Вечную лишь любовь, как говорят. Я люблю в людях порядочность, доброту души, и чтобы душа отзывалась на то доброе, которое человек посылает. То есть в моих песнях, почему говорят личные души, потому что я складываю только добро, только позитив. Мне нет звуков песен, у них нет грустных песен, таких, что вот... Да, есть трагические песни, но они тоже должны быть в репертуаре, как песня «Беслан», памяти деток погибших в Чечне, вернее, в Беслане, и память погибших в Чечне ребят, песня «Серега, Серега», под которую плачут многие матери. Но это как память, дань памяти тем порой ненужным событиям, которые бывают в политике, когда из-за политиков страдают люди, гибнут дети. Ну, все есть в репертуаре. Но больше позитива, потому что наша жизнь, страшно, порой часто негатив, когда включатся в программу телевидения, да, 80% что-то взорвалось, что-то рухнуло, что-то упало, туристы погибли. А хочется больше позитива. Почему я не смотрю телевизор? Я смотрю либо только там, где меня показывают, либо смотрю какие-то музыкальные программы. Опять же, молодых испанцев мне больше интересуются. Все эти куплены рейтинговые ток-шоу, где там один артист качует с программы в программу, с канала на канал, то все, знаете, я это не смотрю, потому что эти все лица уже многим понадоели. А вот когда вы делаете, я приезжаю в Украину, там, с Кременчук, с твоим родным, и смотрю «Квадрат Успеха», да, там, ваши передачи молодых исполнителей, мне это интересно, потому что смотришь, сколько талантов есть в Полтавской области. В том же Кременчуге есть талантливые артисты, которые занимают лидирующие места в разных вот таких молодежных сейчас ток-шоу. Я знаю, в Кременчуге, в Дармашу, там, мальчик, поет, Слава Корецкая, ну, тут очень много талантов. Поэтому я не перечисляю себя прям каким-то там великим артистом, нет. Я просто честно делаю свое дело. Люблю свою работу, люблю своих зрителей, люблю своих поклонников. И эту любовь меня никто не заберет, никогда не украдет, так же, как и меня у вас. Вы успешные люди. Да, может, у вас есть своя власть на формула успеха? Можете поделать персонал? А это быть честным. Я уже говорил, что когда ты честен во всем, и когда тебе нечего скрывать, нечего стесняться, а ты любишь людей, любишь свою работу, профессию, вот в этом и есть составляющая успеха, это трудолюбие. Я сплю мало, я ложусь в 5-6 утра, потому что очень много тысячам людей отвечаю, вместо того, чтобы поспать, да. Я чаще в разъездах, на гастролях. Но я за эти 5-6 часов сна успеваю взбодриться, приехать на утренний ранний эфир телекомпании бодрячком, зарядиться энергией не только ведущих, но и всех телезрителей. И вот как сегодня, просто красивую, хорошую встречу очередную провести с теми, кто меня любит и знает. И, будь ласка, ваше побожание нашим телеглядачам. Я хочу пожелать, уважаемые телезрители канала «Алтава», пожелать всем крепкого здоровья, в первую очередь, любви, счастья, красивой песни в душе, чтобы отстой получалось, чтобы в вашем доме был только мир, покой, счастье, любовь, уют. А я, Михаил Михайлов, буду всегда дарить вам хорошие, добрые песни о любви. Верьте только любящим и весне, Не пугайтесь в юге и холодных дней, Бьется сердце в доброй тишине, Ласковее и нежней. Будьте счастливы, друзья! Пусть мечта весенняя дарит вам весенье И надежду, и тепло, и свет. Будьте счастливы, друзья! И живите много лет!